РЕН-ТВ РЕН-ТВ Вот эти все такие мифологические существа, типа эльфы, гоблины, чебурашки, барабашки, я знаю, они на самом деле, опять же, исходя из физической концепции, они существовали. Вот я совсем недавно поместил такой, ну, на Сен-Гейс-Радио, в блоге я поместил такую, ну, не статью, но какую-то такую заметку о великой битве на поле Куркшетра, которая произошла более 5000 лет тому назад, есть определенная дата, где находят, до сих пор находят какие-то совершенно необъяснимые вещи, типа о том, что там, ну, была взята почва на анализ, период полураспада и так далее, о том, что там было 5000 лет назад произведен атомный взрыв. Ну, как бы 5000 лет назад, мы знаем историю, ту, которую нам преподают в школе, такого близко быть не могло, и вот во время этой битвы погибло примерно, ну, так, по одним источникам 640, там, 660 миллионов людей, величайшая битва в истории Земли за всего 18 дней, то есть там как раз вот эти вот, ну, там было много там ганхарвы, там, они называются санкритские такие имена, и вот эта битва проходила в трех стихиях, она проходила на Земле, она проходила в воздухе, она проходила в воде. Ну, кто в это может поверить? Не многие могут поверить, но имеет место быть. И еще последнее я могу сказать о том, что вот ремарка насчет того, что на Рентави это показывают, в этом что-то есть, не знаю, как они это подводят, как они это объясняют, но в самом случае у меня есть очень хороший знакомый, который путешествует очень много, его тут знают у нас в Чикаго, он приезжал к нам несколько, пару лет тому назад, он был на Бали, он рассказывает такую историю, ну, во-первых, опять же, можно сказать, что где-то ему там чего-то такое, но, тем не менее, он говорит, я видел эльфов, я с ними общался, я с ними разговаривал, на Бали, да? А вот там есть определенная зона, вот смешно, да? Там есть определенная зона, куда не разрешается пересекать эту зону, то есть даже рыбаки, они боятся пересекать эту зону, вот какая-то есть определенная черта, за которую не рекомендуется заплывать. И вот там где-то вдалеке, в отдалении какой-то есть остров, очень и очень далеко, с помощью бинокля можно что-то рассмотреть, и он говорит, я лично, когда туда вот подплывали к этой границе, я лично видел высоко в небе парящего, ну, что-то парящее, похожее на птеродактиле, то есть какие-то там вот ходят вот такие вот до сих пор, какие-то существа, послушайте, а что, озеро Лохнес, всем известно, и таких много на самом деле? Ну, понятно, нет, ну, а Якутские озера, в которых там наблюдали регулярно, совершенно непонятные какие-то существа, этих загадок очень много, я просто говорю сегодня не о том, что мы можем сомневаться в сути вот этой вот проблемы, А в том, как, вот абсолютно точно, в том, как журналисты это подают, потому что они начинают свою аргументацию, я несколько раз ловил журналистов РЕН-ТВ на такой беспомощной аргументации, на таких фактах, путаница в хронологии постоянная, адрес не к тому человеку, адрес не в тот год, скажем так, то есть понятно, что проблема есть, но ею надо заниматься серьезно, то есть вопрос есть, может быть, это не проблема даже, проблема существования чего-то параллельного рядом с нами, там, мировой океан мы еще до конца не изучили, что там на дне, в принципе, никто не знает и знать не может. Вот, кстати, по поводу океана, в районе Бермудского треугольника, ну, мы уже немножко в эту тему уже углубляемся, стоят пирамиды, и вот эти пирамиды, на них стоят определенные излучатели, и если самолет или корабль, который находится в зоне этого излучателя, попадает, то существуют какие-то такие очень неприятные ощущения для тех людей, кто и тех самолетов и кораблей, которые туда попадают, то есть они просто пропадают, а потом, и таких случаев, кстати, довольно много, они оказываются вообще непонятно в каком месте, команда там постарела там на 20 лет, таких случаев много, и это ничем нельзя объяснить, и никто этого не знает, туда никто не спускался. Не знаю, говорят про Марианскую впадину там, которая самая там большая, но на самом деле много всяких там неизведанных вещей, и на самом деле она не самая глубокая впадина, в общем-то, на Земле, как принято считать. Говорят, что да, на самом деле тем гигантское количество, мы сейчас уже говорим о перспективных наших темах, потому что, что касается пирамид, это должна быть отдельная ветка, отдельное направление, у меня есть хороший специалист в этой области, как бы не буду сейчас продавать сразу все заранее, но тему пирамид мы поднимем отдельно, по той простой причине, что вот мы говорили сейчас насчет Бермудского треугольника, они там на самом юге, по-моему, получается, судя по исследованиям, но недавно на территории бывшей Югославии, по-моему, это сейчас территория Черногории, как бы копнули один холм и тоже обнаружили там, что это не холм, а пирамида, вот, и получается так, что по времени, как бы по камням, если проверять радиологическим методом, опять же, она несколько древнее египетских, а что уж древнее, совершенно непонятно, может только гора Кайлас, которая тоже, наверное, по сути является пирамидой, как Молдашев предполагает, хотя это тоже... Я, кстати, об этом, опять же, в одной из заметок на Сангейс, на блоге Сангейс Радио, об этом я писал совсем чуть-чуть, Кайлас, в принципе, это состоит из трех, это Мандала Кайласа, он состоит из трех, как бы, пирамид, и одну вообще считают чуть ли не искусственной пирамидой, и там на одной из них установлен, есть специальное место, там, ну, как бы, считается, хранится кристалл, магический кристалл Тота Атланта. Как мы знаем из истории, изумрудные скрижали, которые были написаны, это единственный труд, который дошел до наших дней, по-моему, и к моменту написания изумрудные скрижали, ему было 40 тысяч лет. Если кто-то заинтересуется, почитайте, очень интересно, кстати, я читал, мне было интересно, вот, там описывается, как и почему он столько лет жил, ну, и этот магический кристалл, который представляет из себя универсальное, самое совершенное оружие, искали, и мы об этом тоже, кстати, будем говорить, искали во время войны, искали немцы, искали русские, искали, ну, в общем, было снарядно, много экспедиций туда. Там было самое интересное, что русские экспедиции, они сразу после гражданской войны начались, Яков Блюмкин, по-моему, руководил этим направлением в ОГПУ, да, совершенно верно, а потом, когда возникло уже общество Ананербе, они тоже специальную экспедицию туда отправили, но, в принципе, ничего не нашли. Но экспедиция как раз от Ананербе, они занимались больше замером черепов тибетцев, чтобы доказать, что германцы происходят именно оттуда, и там... Так, Ярослав, вы пропали. Алло? Да, или это мы пропали? Да, да, да. Как бы германский, националистический... У нас было... Я прошу прощения, Ярослав, у нас было буквально несколько секунд, был перерыв, что-то, наверное, было с интернетом. Повторите, пожалуйста, что там, вот о чем вы говорили, буквально несколько фраз. Несколько фраз мы говорили об экспедициях... Ананербе, да. А Ананербе, да, совершенно верно. И говорили о том, что Ананербе, в общем-то, занялись... Такая довольно... Такая псевдонаучная экспедиция получилась, потому что они замеряли черепа тибетцев, для того, чтобы доказать, что происхождение истинно арийской расы, германской расы, как бы, они вот из Тибета все вышли, и поэтому не столько они занимались этим кристаллом, сколько своей расовой теорией. Но, тем не менее, я просто хочу подчеркнуть, что нацистская Германия, это, как бы, два разных слоя. Это слой для народа первый, что-то наподобие нашего соцреализма, вот эти вот по скульптуре, по живописи, и совершенно отдельная культура СС. Это отдельная культура вообще, культура тайных знаний. Да, это культовая организация, по сути, была. Это культовая организация, по сути дела, и вот это вот общество Ананербе, оно, как бы, довольно глубоко продвинулось и в область эзотерики, и в область каких-то тайных знаний. Вообще мы трудно себе, тяжело себе можем представить даже уровень инженерии, инженерной мысли Германии на момент войны. Другое дело, что Гитлер просто Германию истощил войной, и все это кончилось тем, чем должно было закончиться, по идее. Но вот эта вот культовая, как бы, вот эта вот организация, этот такой новоявленный орден темплиеров, он довольно интересен был, и, в принципе, и сейчас интересен для изучения. Что же они там накопали-то в результате? Ну, безусловно. Дело в том, что во все времена, во все века людям было всегда интересно. Есть теория о том, что, в общем-то, управляют нами, будем говорить, не президенты, а президенты, это просто, так скажем, подставные какие-то лица, хоть и серьезные лица, но они все-таки подставные лица, а управляют нами, будем так говорить, какая-то организация или какие-то отдельные люди. Тут можно привести в пример, как и масонская ложа, орден темплиеров, Великое Белое Братство, Союз Девяти неизвестный, кстати, тоже вот в блоге на Сангейс Радио можно об этом хоть немножко почитать. Мы об этом тоже будем говорить, кстати, это довольно интересно. Вы знаете, Михаил, я вас перебью. На самом деле, все хорошо и про масонов, и про Белое Братство, и про ордена, все замечательно. Есть такая очень неприметная, как бы, да крайне богатая, так называемая Carlyle Group. Carlyle Group – это экономическое образование, которое занимается, как они анонсируют, диверсифицированным продуктом. Они не настолько, у них нет такого бренда, вот там Coca-Cola, McDonald's, там, еще что-нибудь. Это бренды. Они работают в тишине. Но в Carlyle Group состоит огромное количество людей, которые ранее были при власти. Во-первых, вся семья Буши, Джон Мейджор, бывший премьер-министр Великобритании, вся саудовская королевская семья. И Carlyle Group совершенно точно знает, что в мире надо продавать, что в мире надо покупать в данный момент. Какие акции покупать, какой товар сегодня будет ходовой. Под Carlyle Group огромный трафик оружия, например, на сегодняшний день. Под Carlyle Group огромный трафик энергоносителей, энергоносителей и многих других вещей. Но в принципе, что такое диверсифицированный продукт. Торгуем тем, чем выгодно. Сегодня выгодно нефть, будем торговать нефтью. Завтра продаются финики хорошо, будем торговать финиками. И вот там вот огромное количество бывших лидеров. Вот может быть и они каким-то образом влияют на все. Да, и вообще-то подсчитано, что чуть ли не 70% американских президентов, они состояли, они были членами каких-то там тайных обществ, в том числе, большинство масонских. Но если говорить о брендах, которые действительно сегодня, как вы сказали, будем торговать этим, популярно это, популярно это. У нас будет одна программа. Мы буквально вчера с Ярославом это обсудили. И нам кажется, это будет интересно. Она будет называться «Своя цена или лучшая цена». И тут будет очень интересно, не будем об этом сейчас говорить, а то, что у нас сегодня как бы знакомство. И время, кстати, нашей программы уже в эфире подходит к концу. Оно пролетело вот практически час, мы уже беседуем. Достаточно быстро. Причем это надо будет потом все это как-то делить, вырезать, расставлять. Но наши радиослушатели, для которых мы как раз и в эфире и работаем, они получат, мне кажется, удовольствие, послушав эти программы. Ну, я не говорю о том, что они увидят, как я там махаю ручкой. Но вот буквально со следующей программы они уже будут видеть Ярослава, так сказать, своей персоной лично воочию. И они могут задавать вопросы. Я еще раз объявлю наши телефоны. Телефон эфира. Это 224-795-7796. Еще раз, это все написано у нас на веб-сайте. Это все написано на фейсбуке. И это будет, эта программа тоже там будет написано телефоны. Дальше. Параллельный телефон. Я, кстати, получил звонок, но он был у меня на silence. Поэтому я, к сожалению, не видел этого звонка. Телефон параллельный. Это 847-226-9956. Это параллельный телефон. Сангейт-центра. Если будут вопросы персонально, ну, не знаю, после эфира, Кирославу, ко мне. Или ваши пожелания, или ваши замечания, или ваша там критика. Всякое бывает. Ну, и последнее. Это скайп центра Сангейтс. Это Сангейтс. Солнечные ворота. На конце буквы С. Сангейтс 1-0-8. Ярослав, вам, наверное, заключительное слово. Ну, слово-то не заключительное. Слово, скажем так, мы сказали первое только что. Но, в принципе, если заканчивая сегодняшний эфир, на самом деле, тем такое изобилие и такое изобилие интересных неисследованных проблем, даже не касаясь политики. Хотя, в принципе, что такое вот эта вот политика, о которой я постоянно говорил? Это узкая часть того, в чем мы живем. Я, кстати, людям всегда говорил, не говорите о том, что политика вам неприятна и неинтересна. Да, потому что все равно она придет к вам или на кухню, или еще каким-то образом. Вот это вот наши кухонные разговоры традиционные, интеллигентские, еще вынесенные из Советского Союза. Но, тем не менее, попробуем разобраться в сути вещей, а не в том, что из этой сути уже происходит. А из этой сути происходим и мы, происходит и политика, происходит и экономика, и многое-многое другое. Конечно, до сути нам докопаться не дано. Но, если бы мы знали схему замысла, ну, наверное, Каббала только попыталась узнать схему замысла. И то я не очень верю, что они достигли каких-то конкретных результатов. Я не очень верю в том, что каббалисты знают. Но, тем не менее, вот это вот постижение, постоянные попытки, постижение вот этого схемы замысла было и у каббалистов, были и у алхимиков в средневековье, и у многих, были и у философов, кстати говоря. То есть, немножко с другой, с диалектической точки зрения подойти к этому не конкретными опытами и не конкретными действиями, постичь схему замысла, схему того, как все в этом мире работает, а с точки зрения мысли. И, может быть, они были правы. Я вообще стою, как бы, я абсолютно идеалист. Я больше беконианец, скажем так, нежели... Эта философия меня в большей степени привлекает. Но потом я объясню... Простите, кто? Беконианец. То есть, я... Это по первым трем буквам ваша фамилия или как? Нет, я сторонник позиции Бекона, абсолютного идеалиста, который полагает, что на самом деле в мире существует все и в мире не существует ничего. И это совершенно справедливо. Кстати, вот господин Пелевин, как очень популярный автор в России, конечно, очень много написал, как говорится, и попсы, как это сегодня говорится. Но, тем не менее, у него примерно такие же идеи в одном из ее первых романов, «Чапаев и пустота». Вот, с одной стороны, он сделан очень попсово, с другой стороны, это совершенно верные мысли. Потому что, в принципе, это какой-то... Действительно, это какая-то большая игра. И компьютерная игра в 7D, в 8D, в 12D, называйте это как угодно. Но, тем не менее, это выглядит так. Компьютерные игры нам немножко раскрывают глаза на то, что происходит и с нами. Это тоже отдельный вопрос. Да, вы знаете, на самом деле, компьютерные игры – это прототип, точнее, не прототип, а это повторение того, что когда-то компьютерные модели уже создали не 4 измерения. На самом деле, существует гораздо больше измерений, и в ведическом обществе было измерений намного больше. Поэтому, кстати, в соответствии с ведами, на Земле будут открыты материки и океаны. То есть, как это вообще может быть, никто, конечно, не представляет, и все посмеются. Но тут очень просто можно объяснить. Есть такое понятие – искривление пространства. То есть, мы, вот как у муравья, у него только на плоскости, у него нет измерения вертикально вверх, поэтому он ногу, если поставить, он будет ее оползать, допустим, да, препятствие. Он не полезет вверх, он не понимает, что это такое. Поэтому для нас, как минимум, есть 3 измерения, и говорят, четвертое это измерение – время. И время обязательно существует, только мы не умеем им пользоваться. Не все, кстати, не умеют. Есть маги, об этом мы тоже, кстати, будем говорить, которые умеют. Вот у нас в эфире выступают частенько представители битвы экстрасенсов, российской битвы экстрасенсов, наверное, вы знаете, да. Я как-то смотрю, мне это интересно, я просмотрел уже все битвы, которые там были, по-моему, 15 было, сейчас 16, где-то вот начнется скоро. И, ну, это интересно. Интересно, почему все-таки у нас есть возможности, у нас есть нераскрытые способности. Нам надо их или можно их раскрывать, ну, а с их помощью уже кто чего добивается. Ну, мы знаем, в истории были случаи, куда чего. У нас были фигуры всем известные, Ленин, Гитлер, Сталин, ну и так далее. Ну, вот они добивались чего-то такого. Мы пытаемся дать, с Ярославом в данном случае, пытаемся дать ту информацию, которую, дорогие друзья, радиослушатели центра Сангейтс, ну, вам будет, наверное, интересно, как минимум. Если вы захотите эту информацию потом дальше использовать, то мы поможем и в этом тоже. Поэтому, Ярослав, ну, во-первых, вам большое спасибо и с почином. И вам, Михаил, огромное спасибо и с почином. Да. Все замечательно. Да. И мы, в общем, эту программу мы удачно завершили. Не знаю, как нас было слышно в эфире. И, надеюсь, было слышно в эфире, потому что еще за 8 минут до начала эфира был сбой. Мы не слышали, я не слышал радиоэфира, но вот вроде бы нам сказали о том, что он существует. Поэтому, как минимум, запись, она есть. Она сейчас записывается, программа, и поэтому будет все выставлено в эфире. Следите за нашими фейсбуками, за нашими, за нашим нетворком, короче говоря, у Ярослава. Есть, у нас есть. Ну и до новых встреч в эфире. И всего вам доброго, да? Да, замечательно, Михаил. Спасибо. Всего вам доброго. Встречаться в эфире будем теперь абсолютно регулярно. Ну, а то, что будет интересно, это я уже обещал, по-моему. Будет интересно, это однозначно. Всем всего хорошего. Пока встречаемся здесь же, на том же месте. Ну, в тот же или не в тот же час определим. В пятницу. В пятницу. Совершенно верно. Спасибо, Михаил. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok